В эфире Народное славянское радио Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки артефактов земель славянских, праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Москве можно посетить выставку «Андрей Ремнев. Высокая вода». Андрей Ремнев яркий современный художник, в творчестве которого искусно соединяются приемы древнерусской инокописи, живописи 18-го столетия и отечественного конструктивизма. Подобно мастерам ушедших эпох, он применяет натуральные пигменты, стертые вручную на желтке. Его произведения перекликаются с работами великих художников. Однако при этом Ремнев не стремится к стилизации или цитированию, работая в собственной узнаваемой манере. Андрей ведет диалог с картинами Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина, Виктора Воснецова, Михаила Нестерова, Бориса Кустодиева, Алексея Саврасова и другими мэтрами русской живописи. Выставка работает до 14 января с 10.00 до 19.00. Место проведения Центр искусств по адресу улица Волхонка, дом 15, ближайшее метро Кропоткинская. В Москве проходит выставка «Заповедники России. 100 лет истории». На территории России находится более 150 заповедников – удивительных нетронутых уголков природы. Полюбоваться видами Байкала и Алтайских гор и из укрытия понаблюдать за жизнью диких животных можно на фото-выставке приуроченной Году экологии. Выставка в Дарвиновском музее знакомит посетителей со 103 заповедниками и 49 национальными парками. На снимках ведущих фотографов-натуралистов запечатлены дикие животные в их естественной среде обитания. География этих кадров охватывает Кавказ, Алтай, Сибирь, Дальний Восток и другие регионы. Здесь же демонстрируются впечатляющие видеоматериалы о зубрах, бобрах, тиграх, леопардах. Посетители выставки соприкоснутся с историей и достижениями разных природоохранных организаций страны, узнают о судьбе Амурского тигра и Европейского зубра, смогут принять участие в интерактивной программе. Детей ожидают специальные творческие и интеллектуальные конкурсы и тематические игры. Выставка работает до 5 февраля. Часы работы. Вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье с 10.00 до 18.00. Четверг с 13.00 до 21.00. Адрес Дарвиновского музея улица Вавилова, дом 57. Ближайшее метро Академическое. В издательстве Белые Альвы вышла новая книга Андрея Тюняева «Метафизика человека. Люди, клоны и фимеры», в которой автор рассматривает вопрос о происхождении человека не только с точки зрения биологии, религии и философии, но и через призму новейших достижений генетики, информатики, медицины и организмики. Загазать книгу можно на сайте издательства «Белые Альвы». Продолжим артефактами земель славянских. Украинские археологи подвели итоги и назвали главные находки ушедшего 2016 года. По словам ученого секретаря Института археологии Алексея Корвин-Петровского, в сентябре 2016 года археологи открыли новую модель жилища Трипольской культуры, которая существовала на территории Украины, Молдовы и Румынии в пятом-третьем тысячелетиях до нашей эры. Это так называемые дома на лыжах в виде трех подставок. Такую конструкцию нашли в Черкасской области. Кроме этого, на окраине Харькова в Кургане Турецкая могила нашли украшения с киевских времен, остатки панциря, щит, наконечники стрел, конскую сбрую и чернолаковую амфору с изображением хищника. Захоронение датировано примерно пятым веком до нашей эры. Среди других находок остатки здания из костей мамонта на Полтавщине, древнерусское городище в урочище Феофания и комплекс подземных сооружений 16-17 века в центре города Нежин. А в селе Непоротово на берегу Днестра открыли палеотическую стоянку, которой примерно 150 тысяч лет. Там нашли каменные орудия труда эпохи раннего палеолита. Под Новороссийском археологи нашли залежи самого древнего зерна в России. Удалось определить возраст нескольких древних поселений, обнаруженных в районах станицы на Тухаевской. В своем комментарии заведующий отделом археологии Новороссийского исторического музея-заповедника Александр Шишлов отметил, что поселения относятся к 4 веку до нашей эры. Найденное зерно было урожаем древнего племени 5800 лет тому назад. Это самое древнее зерно, найденное на территории России. Найденные поселения принадлежат так называемой майкопской культуре. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В Курске 14 января приглашают на «Русскую вечерку», которая пройдет по адресу улица Театральный проезд 1 в ДК «Железнодорожников». Вас ждут русские народные песни, танцы, игры и хороводы, а также концерт скоморошного ансамбля «Скоморохи-люди». Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. 12 января, четверг, «Путешественники во времени 2», автор-соведущий Вадим Чернобров. Начало эфира в 20.00, время московское. Напоминаем, если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Желаем всем добра! Добра! Субтитры создавал DimaTorzok